Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас очень актуальное видео про правильное очищение лица, про уход лицом летом. Итак, поехали! У нас начинается очищение. У нас сейчас вечер, да, и, как правило, мы смываем макияж мицеллярной водой. У меня сегодня день без макияжа, да, такое тоже бывает, поэтому я все равно ее буду использовать. Почему? Сейчас объясню. Потому что я использовала сегодня крем с СПФ, это, во-первых, а он просто так не смывается с нашей кожи, потом у вас возникают всякие подкожники, сбиваются поры и так далее, это, во-первых, да. Во-вторых, вы все равно выходите на улицу, попадает пыль городская и так далее. Это все тоже очень хорошо растворяет мицелла. У меня фаберликовская, экспертовская, вот такая, одна из моих любимых мицеллярочек, я ее как-то по-хорошей цене взяла, 1668 артикул. Берем с вами парочку ватных дисков, как следует смачиваем и растворяем все загрязнениями целыми на нашем лице, да. И только потом мы будем с вами приступать к очищению пенками, молочком и так далее. На самом деле это очень важный этап, и лучше им не пренебрегать, особенно если ваша кожа склонна ко всякого рода высыпаниям и жирам. У меня сейчас кожа жутко жирная, жара, это, во-первых, дикая влажность, ремонт, и во всем вот этом вот у меня просто пот течет градом с лица весь день, и это капец, конечно. Поры расширенные, забитые, лицо жирное, в общем, это дурдом, поэтому очищаться надо хорошо, потому что вот был подкорник, сейчас расскажу, как я его брала. Вот остался пока легкий след. Сейчас уберем до конца. Дальше мы с вами должны обязательно, даже если на мицеллярной воде не написано смывать ее, ее нужно смывать. Что мы с вами выберем? Даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю, девочки, такой огромный ассортимент. У меня вот так тут стоит, я все потихонечку чередую, все средства, которые у меня есть. Давайте возьмем с вами и молочко, молочко у меня от Афичина, мы с вами обозревали, да, и молочко как следует пройдемся, умоемся. Можно использовать щеточку, будет еще лучший эффект, можно не использовать, как душе угодно. Мою щетку, мне кажется, забирал Крестюша. Нет, она у меня есть. Ну, молочко она особенно, щетку не подразумевает, но мне иногда все равно нравится. Это, к тому же, и легкий массаж, и более глубокое очищение такое, да. Поэтому давайте с вами щеточку. Я больше люблю силиконовую сторону, это Фаберлик, щеточка. Мы как следует с вами очистим лицо. И заодно по массажирам. Можно все движения выполнять по массажным линиям. У нас с вами будет два в одном. И лимфодренажный эффект. Щетку вообще уважаю. Вот я, кстати, ощущаю разницу, когда просто умываешься руками, и когда умываешься щеткой. Обязательно очищаем веки. Раньше мне постоянно, ну, не постоянно, но иногда писали, вы их растянете, они у вас будут потом некрасиво выглядеть и так далее. Мне почти 40 лет, и что, я растянула свои веки? Нет, я так делаю всегда. Так что смотрите за своей кожей, наблюдайте, как ей нравится, так и делайте. Никого не слушайте. Хорошего косметолога тоже найти. Я ни разу не ходила, я просто знаю. Как и любого другого специалиста в любой другой области, очень тяжело. Многие под копирку работают, и все. А кожа, она индивидуальный подход любит. Только вы знаете ее потребности. Ни один косметолог не знает потребности вашей кожи. Он с ней каждый день не работает. Да, поэтому вот так как следует все очищаем. Особенно Т-зона, особенно вот где у меня пигментация. И прыщик, кстати, тоже вылез. Но уже исчез почти. Вот красота. Кайф. Просто кайф. Теперь все смываем. Мылись уже как бы хорошо. Это вот прям минимальный набор для очищения. Да, и уже как-то вот эти и посвежело сразу, хотя и на ночь глядя. Что мы будем с вами делать дальше? В холодное время года я взяла бы кислоты какие-нибудь. Но сейчас у нас с вами будет пилинг-скаточка Асиул. Любимая. Давно ее не брала. Прям обожаю вообще. 0,851 артикул. По купончикам сейчас взяла. Мы будем ее скатывать на сухом лице. Потому что на влажном она такого крутого эффекта не дает. Наносим. Распределяем. Помимо того, что это скатка, здесь еще и частички. Это типа гамажа. Не скраба, а гамажа. Они очень мелкие и достаточно угловатые. То есть кто не любит такой скрабирующий эффект, продукт не ваш. Кто любит, однозначно ваш. Так, ну и все. Вот она немножко на лице поработала. Прям немного-немного. Растворила что-то в составе. У нее хороший компонент. Я на веки тоже наношу и на веках тоже скатываю. И погнали. Вращающими движениями тоже. По массажным линиям лучше это все делать. Скатываем. Скатывается прям хорошо. И скатывается много. Если вы до этого лица очистили плохо, вы это сразу заметите. Особенно вот тут и губки тоже я люблю ей скатать, очистить. Они тоже в этом очень нуждаются. Вот таким образом мы с вами скатываем, скатываем, скатываем. И веки я тихонечко вот так вот оттягиваю кверху. Потому что оттягивать все равно, не оттягивать не получается. Все равно мы кое-что тянем. И особенно вот эти места. Потому что они темнеют часто. За ними мы забываем ухаживать. Из-за этого взгляд смотрится тусклым. Выглядите уставший. Потому что вот эти места темные. За ними тоже надо ухаживать. Под веками вот так можно аккуратненько. Круговыми движениями. Вот так. Т-зону как следует. Супер, супер, супер. Вот таким вот поэтапным, многоэтапным очищением, именно очищением, можно убрать зарождающиеся морщинки однозначно. Я уже рассказывала историю свою. У меня вот здесь она была прям глубокая. Вот ее сейчас тоже немножко видно. Это было лет, года 3-4 назад. И потом, когда я начала вот так поэтапно хорошо очищать кожу, она разгладилась. Потому что морщинка это залом кожи. Да? В котором скопились омертвешие, орыгавешие частички. И так далее. То есть если же с собой выхаживать, хорошо кожу очищать, то мы этот процесс отдаляем. Или он становится менее заметным. Если мы пренебрегаем ходом, значит это все будет гораздо раньше. Вот как хорошо. Я прям кайфую, когда я поэтапно все вот это делаю. Это не каждый день, конечно, получается, девчонки. Хотя бы первые два этапа, да. Так? Не каждый. Не каждый день есть силы, не каждый день есть время. Но минимальный набор ухода у меня всегда присутствует до утром и вечера. Все, вообще кайф. Смываем. Не делаю, но стараюсь всегда напоминать, что по-хорошему то же самое мы должны с вами делать с декольте. Но так как я только что была в душе и скрабировалась, я вот это не делаю. Вообще, когда снимаешь видео, это не очень удобно. Кожа уже мягкая и хладкая, безумно, как попка младенца. Что мы с вами делаем дальше? Дальше у нас с вами масочка, конечно же, очищающая. У меня алекскин, который еще и против пигментации. Мы с вами недавно обозревали. Оранжевую. Утреннюю. Обалденная. Очень мне нравится. Пользуюсь прям с превеликим удовольствием, особенно когда помятая проснулась прямо. Я вам говорила в том видео, что я очень хочу попробовать маску против пигментации. Вот как раз дождалась скидки. У них в честь дня рождения сейчас вот идут пока еще скидки. Брала на Велберес. Там с учетом еще личной скидки получается нормально. Так за полную цену 3,300 это, конечно, очень дорого. Но с учетом скидки 40% вашей личной скидки получается нормально. Такая вот коробочка. Красивая тут лопаточка. Всегда в наборчике идет. У меня с той масочкой оранжевая. Здесь вот такая вот середневенькая. Красивая. Мне нравятся такие неприятные тактильные коробочки матовые. Приятно прямо в руках держать. Так, ну что, погнали. Здесь у нас, кстати, с вами экстракт черной смородины. Она пахнет смородинкой. Вот что мне нравится. Я сейчас буду ее четвертый раз, по-моему, уже применять. Вот сколько израсходовала. Сейчас крышечки с вами возьмем. Ой, экстракт даже конского каштана. Ничего себе. Витамин Е, корица, крапива, эвкалипт. Маска обещает нам сужение пор. Да, действительно сужает. Но вы сейчас все будете сами смотреть. Матирует, матирует. Разглаживает морщинки. Это тоже, кстати, есть. Вот очищающая маска. Их, на самом деле, мало в своей жизни я пробовала. Которые очищают и параллельно как-то напитывают, увлажняют вашу кожу. Кожа выглядит мотированной, но в то же время ощущение, что она прям увлажнена, напитана. И крем даже не нужен. Успокаивающие и заживляющие компоненты здесь есть. В общем, она прекрасно подойдет для проблемной кожи. По пигментации я могу сказать, что я заметила такой накопительный эффект. Но он и у оранжевой маски накопительный, но здесь он такой более... Нет такого ярко выраженного эффекта, допустим, как от утренней маски. Потому что там прям он ярко выражен после первого применения. Хотя тоже заявлен, что накопительный. А здесь в комплексе, если выполнять очищение как следует и пользоваться масочкой, то они стали светлее. Вы их практически не видите. Вот здесь они практически пропали. Над губой, я вам показывала в каких-то видео близко, было прям очень сильно, ярко видно. Сейчас вот такие тоже бледные отголоски. То есть вкупе, прям с этой маской и с хорошим очищением, мне эффект очень понравился. Я прям довольна. Но, конечно, применяем с вами СПФ, без этого никуда. К сожалению. Я думала, что у меня такая напасть только во время беременности. Потом мне повторится больше, что это был гормон АК. Вот расчувствовалось. То есть только вышло солнце, вот когда и в мае, они у меня опять зацвели. Зимой вообще не было. То есть они абсолютно пропали. А появилось солнце и бабах. Я заметила прям, даже вот если один день выходишь на улицу, если облака, нормально. А если выходишь, когда жара, когда солнышко, прям даже один день без СПФ выходишь и капец. И все. Удобно, что есть кисточка на самом деле. А запах обалденный. Запах черной смородины, какого-то, знаете, черно-смородиного йогурта. Выглядит она вот так вот практически, как глиняная, да? Но она в корку не застывает. Потому что я вот таких масок сейчас избегаю, которые в корку застывают. Потому что после таких масок еще больше может быть выделение себума на жирной кожу. Или сушить. Ну это я имею в виду такие маски, допустим. Мне кажется, мало кто такие сейчас делает, как Уэйбон таких много. Которые застывают в корку и трындец. Потом, почему у меня жирная кожа? Потому что маска со спиртом и с какой-то дешевой глиной. Здесь, кстати, компоненты дорогие. Действительно дорогие. Почитала, посидела состав. То есть она не просто так стоит таких денег. Хочется попробовать ее на вкус. Такой неженький аромат. Ингредиенты у них производятся все в Европе. А производство, по-моему, в Подмосковье. Ну многие уже слышали наверняка об этих масочках. У меня кто-то из девочек писал, что взяли вот такую сиреневую. Но одноразовый эффект не заметили. Ну девочки, если бы была такая маска, которая с одного раза осветляла бы или убирала бы пигментацию, она бы стоила, не знаю, наверное, как машина, как квартира. Потому что такая проблема. К сожалению, от нее прям такого моментального решения нет. А вот накопительный эффект, да, я увидела. И мне нравится. Масочка еще, она местами ее кожа тоже съедает. Кажется, сейчас она вот такая вот, да, застынет в корку. А нифига. Ее кожа съедает. Здесь очень много питательных компонентов. То есть мы не только с вами очищаем, но и питаем еще. Вот все. Я пойду немножко порелаксирую. Но вы меня ждите. Вот так выглядит масочка спустя 15 минут. Она так и осталась кремовой. И в каких-то местах, видите, кожа ее прям как будто съела. Сейчас мы будем ее сами смывать. Смывается она, кстати, очень легко вот таким вот спонжиком из фикса. Прям очень легко. Что по факту? По факту есть легкий выбеливающий эффект. По факту поры мои идеально чистые. Прям все беленькие. Прям вот хоть под лупой, девчонки, рассматривай. Прям вообще красота. И суженые. Вот то, что надо. То, что надо. Есть легкий выбеливающий эффект. И кожа в то же время, видите, она матированная, но напитанная. То есть вот даже вот в такую жару больше вот ничего не надо. Не хочется, точнее. Но все равно буду наносить. Не хочется, но буду. То есть она матированная. Можно и в первый в мир уже. И она напитанная. Вот какая-то напитанная, такая вот, какое-то холеное, такое, знаете, свечение есть изнутри здоровой кожи. Хотя такой день сегодня был тяжелый. И уже, господи, мне бы спать, а света все снимает. Вот. Дальше, что мы с вами используем? Дальше мы можем использовать какой-то очищающий тоник, если это день. Я так вот люблю больше. А вечером я все равно использую что-то увлажняющее. Потому что хотя бы ночью в такую жару может что-то вот... Хотя бы ночью поработать, хотя и спать тоже жарко. А что у меня здесь? У меня здесь не океаном, у меня здесь перелита сюда гиалуронка. Фаберлик тоник. Я наконец-то добила океаном. Уже не первый флакон, очень нравится. Он, кстати, легенький, на жару подходит. 0,940... Нет, вроде. 28-21 артикул гиалуронка. Вообще серия обалденная. Фаберлик. Я переливаю сюда для удобства использования. Мне нравится распылитель. Можно и на все тело распылять, прям после душа, на мокрое. Во, эффект. Я, кстати, пробовала и от океаном, и от гиалуронки. Намокрое тело немного нужно, но эффект, девчонки, потрясающий. Просто потрясающий. Прямо ваша кожа скажет вам спасибо. Супер. Вот. Попшикали. Все классно. Теперь гиалуроночка у нас с вами проникает. Морщинки разглаживаются на ночь. Да? И используем, конечно, свой любимый кремушек, свою любимую маску. Да? Начну. Если, опять же, это день, то мы что-то с вами наносим легенькое, матирующее и так далее. А вообще и днем я сейчас могу не наносить, но тоником попшикалась. И все. Потому что еще сверху ляжет крем ССПФ. Куда? Куда? Что я сейчас наношу? Сейчас вам дам отзыв про мезотерапию. Global Oxygen. Сыворотка кислородная. Девчонки, артикул не скажу, потому что на флакончике его нет, а на коробке его. Это такой шприц. Мне хватает на все лицо. Три нажатия. Вот прям так, как следует. Я применяю на все лицо на ночь. У меня даже иногда почему-то от этой сыворотки было пощипывание. Да? Мезотерапия – это штука вообще классная, но у нас тут какая направленность с вами? Борьба с морщинами. А, про маску еще хотела сказать. После второго использования у меня подкожники все вылезли. Вот два прям сразу и ушли. Потом подсохли, ушли. Все как бы практически ушли. Все хорошо. Вот такими вот движениями нашу масочку и на веки в том числе. Особенно на веки, да? Даже я бы так сказала. На проблемные зоны. Она не очень, кстати, быстро впитывается. Видите, лицо пока блестит. Остатки по декольте распределим. Кстати, после гиалуронки немножко липкая кожа. На лице это так не ощущается после тоника. Но это все пройдет. И это как бы нормальное явление. Но зато кожа будет такая вообще лоснящаяся, классная. Так, ну все. Почти впиталась. И ночной кремушек гиалурона. Мне прям тут осталось на раз, наверное, если осталось. Ни фига себе стрельнуло. Чуть-чуть осталось прям. Да использовать уже. И дать вам полноценный отзыв. Но я кожу очень эту серию полюбила. Воздорг. Даже если у вас кожа жирная, ее все равно нужно увлажнять. Обязательно. Обязательно, обязательно. Главное не забывать потом хорошо очищать. Очищать и утром после сна. Точно так же. Только без мицеллярки. Уже, конечно, утром. И очищать вечером. Обязательно. И тогда все будет хорошо. Постараться поменьше использовать масочки, в которых есть спирт и тоники. Лосьоны. Если они есть, то пусть они будут где-то на последнем месте. Все. Вот такое вот красивое блестящее лицо. Мы с вами отправляемся спать. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылочка на маску Алекскин под видео. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...